Продолжается работа по решению вопросов, поступивших к президенту России Владимиру Путину в ходе прямого эфира. Из Карачева-Черкесии поступило более 5000 обращений. Народный фронт с первых дней взял на контроль решение этих вопросов. И сегодня на базе общественной палаты Карачева-Черкесии состоялось совещание с участием представителей Народного фронта, администрации главы, правительства республики и различных органов власти, на котором обсудили ход работы с обращениями, поступившими на горячую линию президента страны. Мадина Каракетова далее. Народный фронт взял на контроль решение вопросов, поступивших на прямую линию с Владимиром Путином. Из Карачева-Черкесии к президенту страны обратились 5444 человека. И все вопросы, на которые Путин не успел ответить, были направлены в регионы. И Народный фронт назначен контролирующим за исполнением этого задания. Совершенно разнообразные обращения на самом деле поступили от жителей Карачева-Черкесии. И есть практически во всех направлениях жизни социальные вопросы достаточно много. Есть вопросы от участников СВО, которые требуют какого-то включения органов власти, помощи. Есть вопросы жилищного характера по молодой семье, по другим нашим программам. Есть вопросы традиционные, ЖКХ, здравоохранение. Надо сказать, что по здравоохранению, если раньше мы понимали, что это в основном вопросы по ковиду, ноль вопросов по ковиду, понятно, что это уже не актуальный вопрос. Но вот, а все, что касается новых территорий, все, что касается помощи людям, эти вопросы на острие. Участники совещания обсудили промежуточные итоги работы с обращениями. На сегодняшний день из них выполнено и закрыто 2898 обращений в работе у различных органов власти, федеральных, республиканских, муниципальных 2546. Участники совещания отметили, что очень активно отработали по обращениям Социальный фонд России, Федеральная служба судебных приставов и медико-санитарная экспертиза практически на 100%. Очень большое внимание уделяет глава республик, он очень часто проводит приемы по всем этим вопросам, поручения. Вот вы сами слышали, вот последнее послание главы, насколько подробно все было расписано именно по всем этим аспектам. Ну и вот прямой эфир президента России мы очень четко отработали с УНФ. Уровень работы вы можете оценить тем, что мы вошли в пятерку лучших регионов, которые вот и по качеству, по скорости провели модерацию всех этих вопросов. Каждое обращение администрации главы Карачаева Черкесии и Народный фронт изучают детально, после чего оно направляется в профильное ведомство или учреждение для его решения. Все обращения мы контролируем до их полного закрытия, рассказала вестям руководитель исполкома Народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмила Капуши Батак. Народным фронтом совместно с Межрегионгазом и Минпромом республики были отработаны 90% обращений, касающихся газоснабжения. И не только. Также вопросы, то, что касается особых вопросов на нашем контроле, это запуск ФАПа в фельдшерских и акушерских пунктах. Вот во Фроловском заработал он, хотя он был построен, но не как жители пожаловали, мы, естественно, обратились не только в Минздрав наш, но и в дирекцию Капстроя, и вот совместно с ними отработали этот вопрос. Есть такие более живые вопросы, когда, допустим, участник СВО не мог получить по каким-то бюрократическим причинам удостоверение ветерана. Тоже военкомат очень быстро включился в этот вопрос, и достаточно оперативно они все это отработали. То есть вот так вот работаем практически по каждому обращению. Большое количество обращений удается обработать при поддержке администрации главы и правительства республики. Народный фронт продолжает следить, чтобы ответственные органы выполняли поставленные президентом страны задачи в самые кратчайшие сроки, сказала Людмила Капушева. Но есть еще рабочие моменты и нюансы, на которые следует обратить самое пристальное внимание. Мы должны в этом направлении работать и больше, и лучше, подчеркнула заместитель руководителя администрации главы и правительства Карачаева-Черкесии Франческо Астежева. В ходе заседания ответственными лицами были определены приоритетные направления для более эффективного и оперативного решения поступивших обращений. Мадина Каракетова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.